на нашем сайте много у вас книг выставлен там вопрос ответы и люди иногда обращаются с вопросом как бы найти какое-либо у вас стихотворение по какой-то тематике как это лучше сделать вручную не сделать я сейчас уже говорили статистика такая что у меня в книгах написано в 15 раз больше объем я почитал все это чем в полной библии 77 книг 15 раз прочитать надо ясно дело что нужно какой-то механизм я попросил тут программисты мне помогли составить все 3467 стихотворение 3467 и они большие все по 9 куплетов 4 строчек 36 строчек я сейчас все сегодня посмотрел сколько получается у меня строчек 3467 это только там умножено еще это даже не выскажешь сколько получается 120 тысяч 812 строчек строчек а строчки по однако одной плотной стоят 120 тысяч но поводном слепили все-таки не сразу компьютер захлебывался потом сделали вот 120 тысяч стихотворения от стихотворения и бывает спрашивать про что-то слово верблюд допустим а по верблюдам есть не знаю вот я сейчас прямо здесь сейчас покажу вот это у меня на составленное составленное здесь сколько страниц я даже сказал вот если при 100 процентах объемом 16 это получается 4128 страниц 4128 страниц такой книги то не бывает это вот только стихотворение только стихотворение только мои стихотворения но у меня еще стихотворение 300 поэтов за 300 лет из них я выбирал книга по тематике а по тематике ни один писатель не знает я говорил литературном институте приходилось мне за стихи рассказывать я их называю проповеди стихах ну допустим вот сейчас слово сказали я контр ф а русская ставлю и выскочила рамка я пишу сразу верблю верблюд правильно или нет теперь я нажимаю вот она сразу верблюд учите лучше олигархам помеченным богатством ворованным законом естественно таким надрывно харкать и упереться в божий суд с разгону а еще есть но я не знаю сейчас еще есть еще есть верблюд уродливо шагает много дней горбы колышутся наполненные жиром причине библии расклад вещей видней наш кругозор намного станет шире вот так а можно узнать сколько раз можно тогда вот так нужно контрол нажать контрол и h букву по-русски это буква р вот я сделал ага вот тут теперь верблюд я его скопирую контрол с и вот сюда вот ставлю контрол с вот те она не понимает я спорта говорю заменить на она дает статистику теперь заменить так сколько раз слова верблюд 20 раз ровно 20 раз 20 не 23 я не видел то 23 раза слова верблюд встречается а ты ладно дут и узнал то а голубь сколько раз сейчас узнаем нельзя голубь потому что мягкий знак а там голубя надо склонять это нельзя узнать голуби на это по отдельности надо голубь а это может быть голубой там это не узнаешь не знаю не нельзя узнать надо долго сидеть по всей вариации по всем падежам прогнать а вот допустим слово петух это можно один петух и так скопировал внизу опять же на петуха заменить и словом выйдет сколько 30 замен сейчас мы узнаем сколько 33 33 раза встречается слово петух во всех стихах в тысячах страниц а как вот недавно ко мне обратился обратился он как-то так сказал себя называет плотник хороший там добрый плотник и говорит у вас где-то в стихотворениях поминается плотник я тут же сел эти стихотворения выписал в каком и плотник из большой буквы христос плотник христос плотник вот я сейчас это и покажу вот смотри-ка даже прочитаю я бы не нашел но я ему нашел в течение допустим часа и все выставил плотник вот смотрите стихи где о плотнике упоминается с большой буквы напротив смотрите каждой строчке у меня место писания но если знаете такие стихи покажите покажите в мировой истории когда писали стихи кто когда писал указывая мысль взята откуда из библии пропитанная как андрей кураев обо мне сказал это особый пиетет к священному писанию и вот 36 строчек и 36 раз библию надо открыть 36 раз все это стихотворение написано было 8 июня 2003 года я буду считать 18 всего только бог пользуется в деле самым малым заброшенным ненужным завалящим неважно из чего из дерева и стали одна копейка в банке или целый ящик но это малая попав пастущую сумку пристроившись в прощу мальчонки псалмопевца уже во лбу врагов готовят лунку пшениченко течет из плена тестом малюсенькие капельки дождя такие глыбы размягчают в поле слезинки сиротинки до неба долетят в руки отважной женщины ракеты чудо колья она сесара убивает напрасно христиан враги пренебрегают их мало за себя не постоят но вот уж их дивизии бригады позорный крест над скалами маяк такие незначительные люди незнатно неизвестные в оковах растет и ширится из галереи чудо победное божественное слово что значит проповедь о плотнике распятом и понесли его с десяток рыбаков для иностранства вдруг заговорили внятно и слушатели бросили в огонь своих богов христианин с иисусом ты повсюду не один великой немощи всегда христова сила из уст у конца меч огонь и дым сгорает лениной нейроны и атилы перебирая щетки по утрам высказываем тайное желание от сырости слезы с грибной головкой храм мой враг на водопой пришел не львом а ланью каким бы ты себя несчастным не считал до праха малосильным убогим бесталанным пастущая палка жезл пробьет утробу скал пустой сосуд с рассветом наполнись чудной манной где-то взято в числах считаем так есть еще в гостях быть хорошо с гостинцами мешок оттягивать руки давить плечи себе же пригласить о том молчок запримедняемся что угостить мол не чем но библия нас учит отдавать добытая по честному с успехом к больному с посещением на кровать налить при щедро жаждущим до верху кормить голодных раскупорить заначки с умой наполненной пакелем у тюрьмы любить христа понять что это значит когда мы господу послушные верны лет семьдесят отмерено гостить но кто-то засидится и до сотни нам главное до царства донести кресты их смости стерил нам назарельский плотник желанной ли со своим советом когда без спроса в разговор вторгались евангельские мысли пусть пометят когда безбожные уничтожали гадость если наши кости на погости то чем помянутся шаги и рукоделья как твердо веровал христа не на авось ли считая мир своей великой кельей через эфир теперь через интернет через компьютер набиваюсь в гости к себе зову как будто я в тюрьме и через письма сооружаю мостик не просто гость но и иметь свой гвоздь на нем на память книги и рюкзаке в них прославляется за милости христос он учит строить дом не на песке сумел ли ангелов нечаянно принять опресно комиссара угостить орлом листал остался ли слезняк не скажет ли ушел такой-то тип 30 апреля 2005 года два враги христа не пережили горя что этот плотник рушил их предания упреки упреки желчные суровые пригорки в период появились самые ранние но без врагов никто не достигал вершины святости и мужества доспехов у кайна на авеля уже обломок скал спать не дают кому-то близкого успехи нет одного в истории библейской кто обошелся как бы без врагов они с тобой с давидом за трапезой вместе но каждый дать подножку под столом готов чего же ищут не другие злы дни что надо б на кучку ищемся вместе издали их поступки лучше видим как подрывает слухами бесчестье им надо б на чтоб ты такой же был как минимум ступенью много ниже про свой талант бы намертво забыл захлебывается их навозной жижи враги презренные у любящих закон у всех кто славит бога иегову за правду выдадут любой кошмарный сон и с лучшим ядом трапезу сготовят то фараон то изберги соседи теснили авараама сына исаака любая масть но коник только бледной любую выкинуть перед народом бяку никто похоже без врагов не спасся они терзали павла гнали златоуста за выстрелом от снайперов приходит пасха но и до гроба звери доберутся бог любящий все это от него он вымерл наш путь и силой одарил иисусом принят раненый ногой но не коснется враг твоих небесных крыл 14 сентября 2010 года я где-то в это время где после 10 кажется ни одно стихотворение не видно ни одного не написал решительно отстал хотя черновики еще появлялись как бы рука писала к слову сказать вот три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений а у меня он лежат эти постоят сказать черновики в книге помещается 42 строчки 36 стихотворение основной эпиграф все от корки до корки заполнены страницы от корки до корки от верху до низу каждая страница это все до одного стихотворения мне пришлось писать рукой и что это благодать божия вот такое я считал только было у бальмонта константина дмитриевича только у него я много занимался поэзией за мной полвека яростно следят подклавливать мизерность промашки тех топтунов под окнами испорченных ребят мне жаль их время траченное зряшно как вспомню обыски со вспышками и щупом снимали с пола книги и пленки в тайниках и я пискарик трепетный перед зубастой щукой тогда помочь бы мне не смел никто никак в пыли под койками в подвале и в сарае пролезли обыскивали собачьей конуре как липку всю квартиру умело ободрали прокуратуре многое потом будет гореть за мной охотились деревни по полям и досаждали зайцу волчьи воем но след мой ровно не пришлось вилять мы с плотником из назарета царство строим начитанная мною раскатились пленки по монастырям и даже сельским храмом дремать не приходилось под кгб-вской плеткой вставать в пол пятого и не считать что рано ферромагнитный слой как у шахтеров в легких зашкалила градусами в утлой комнатенке теперь тогда начитанной в интернет полете во свете библии без штор и не в потемках за мной следящие остались метастазы попримерли тогдашние сугубо мастодонты но не повредили все они нисколько и ни разу как правило грехи виной из-за них мы тонем за мной следить не просто разбирая след мотаться по бедняцким трущовым закоулкам а вас я выплакал глаза почти совсем ослеп со старой смотреть вы выглядите глупо но каждому свое и каждый даст отчет особо жгуч был стыд устроивших ковчег река забвения пока еще течет 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 кому-то быть альенде а кому-то пиночет 10 июня 2009 года это стихотворение в которых встречается слово плотник с большой буквы только сказал я ему выстоял сразу представьте что вы даже у пушкина найдете или нет где-то там у лермонтова испытывает бог своих друзей как некогда седого араама нам в руки нож подальше от людей готовить жертву с неисцельной раной что дорого и чем пугает враг семья работа мирный обитель готовы ли все посчитать за прах да и себя считать вполне убитым на испытания жизни не хватает падешь скота не урожая в поле болезни волчьи окружают стаи дня не прожить без подступившей боли бог и его василен усмотреть вершину испытания и смирения дать мирный отдых не пугая впредь за час страдания дать довольно премий не честь всех звезд последователи божьих они рождаются от муки благовестия мы сотворим не только то что можем но сто крат больше бог укажет место тут видна буква прописана пропущенная не счесть испытывал иакова и мял и резал по частям за грех обмана в тюрьме в невинном сыне просиял где мордахей там ашахот амана переплавляя многократно верных доступным делает для глаза самоофа за видом прыгая по ущельям серной в глазах через решетку тень голгофы что добровольно возложить не стыдно во славу иисуса с топором великий плотник мир зовет на дыбу армагеддона слышен страшный гром пожертвуем не только десятину восстановить порушенные души пишу плакат на смертную холстину да слышат все имеющие уши 4 октября 2005 года кто же этот кому покоряется буря и почти поглотившие волны утихли испытавшим такое на собственной шкуре не на случай надеяться и не на прихоть кто же это кто мир сотворил не трудясь не уставший на отдых в субботу отходит с кем у нас на молитве успешная связь у него и в морях просим чудную воду бог господь содержит или он саваоф человеку открывший себя на подмогу с ним и сеть не прорвет когда полный улов и с избытком хотя бы попалось немного кто же тот кто назначил повсюду рубеж для народов и шуму он отбит революции кто забвение готовит для злых и невеж он мессия в лице иисуса кто же тот кому мир аллилуйя поет от печу голосистых и зверя морского кто вулкан кочегарит и сводит под лед в совершенстве такое найдешь лишь у бога господином такого признать нам легко слове божьему нам еговой открылся все сокровища мира мы ставим на кон благородство посеется в мысли кто же этот меня подобравший волнах мертвеца ожививший бесплатно заплативший собой за грех мой сполна сам во мне приумножил таланты кто мне силу дает по утру на поклоны в церкви истинной обнял сыновне за несчастье награда обещано полной жаль об этом так часто не помним он иисус назовей по профессии плотник нас зовет он в свои подмастерья наш корабль построил не ересь и плотик дай нам господи духа чтобы в это поверить 30 марта 2008 года нас обзывает эдак или так что из того обдумаем прозвание на прозвище иной такой мостах и может нас предупредить заранее что прозвище пусть будет не в обиду но вдумаемся извлекая суть бог попустил и пользу в том увидим слова обидные нам пользу принесут всесветным возбудителем был каждый кто проповедовал мессию иисусе казалось бы чего дождаться гаже мы возмущали тлен и благо бы не струсить апостолы в числе приговоренных а значит изверги убийцы педопилы тысячелетия таких такие крутят пленки бог отмеряет каждому по силам христианин еврейщику всегда антисемит он клеит ярлыки фашисты экстремисты прости раз 70 не только до 7 и выйдешь золотом из переплавки чистым фашизм и коммунизм все заодно как общее в вязанке или связке пусть обзовут хотя бы их гузном в отместку злобствующим окажите ласку не мстите не хурите даже за углом но окажите милость хурителем святыни великий плотник пустит все на слом гнев возгорится угли не остынут от назарейской ереси и мы отпочковались в глазах еретиков и златоуст сектант не бойтесь не стыдитесь прозвища нахальных хотя бы на спине был с прозвищем плакат мы перемелем все прозвания с давидом и будем помнить мы священники цари враг голоден корми и не подавая виду напой водой холодной улыбкой одари за 24 апреля 2008 года может посчитаешь еще и а то я устал уже никогда никогда повторению не быть без вас лично вагой вагон мой на стуках судачит повороты такие возможен кульбит быть бы живу большая удача в прошлое бывшей пучине свои якоря по иному расклад из сегодняшней дали на отшедший опыт легко примерять когда чуть помудрее и взрослыми стали никогда никогда не вернется среда где постились усердно а кто-то смеялся уже пятница и с сединой борода мне готовится тесные ясли как хотелось бы многое выправить там с невозвратно ушедшими вновь расквитаться но на труд не зовут мол в почет старикам окунемся во сне лишь прошедшее счастье никогда никогда первой встречи восторг чувство первой любви первозданной груз ошибок грехов староверческий гор позвоночник согнуло красивому стану никогда никогда в удивление глаза в прошлых встречах на тайну уже не открыть приграничная пройденная мною полоса след как будто уже раздвоенных копыт не мною а мной ты рифм сбиваешь этим встреча с плотником из назарета была свет пролился на прошлые срывы зигзаги и теперь мне не крошки из под стола а с хлебами рюкзак возвышается сзади забывая вершины провал в успехах простираясь к обещанным днем совершенства где наполнится губой и мертвым смехом во второе христово пришествие никогда раствориться в слезах покаяния и не будут из прошлого призраком краси сердце будет плотяное плотяное а не из камня никогда будет да и венцом нас украсит никогда тут да ответить все будет положительно за 26 июня 2005 года план созревает ярче контуры без плоти созвучные находятся соратники найдутся но расплывется все из назарета плотник распыляет все из назарета плотник и дохнут пчелы разом как под дустом иное зародивший даже даст отростки и даже в глубину обоснований ищет со стороны посмотришь даже очень просто потом сойдет на нет оставив клички и так повсюду вроде у адама мечтанием приходит зрелый эпикриз так кто же все же нас под прессом давит доверься богу прочно и приободрись не знаю что избрать или просить что для души полезнее сугубо чем пренебрег а этим был бы сыт и не стращал не надувал бы губы планировать на года пробыть на годы на годы пятилетки жуть какой аврал недосыпание скудость все разом рухнет расчищая путь масонским планом с ними мертвым куда разбередим под памятью завал и сам то тоже планы строил умно притом и бога в помощь призывал под новый урожай расширить гумно но вот из библии иаков возгласил что надо бы на совсем не надмиваться а говорить что если будут жить по мере сил и господу угодно то не прорвутся снасти не о торговле только пламенная речь по всем минутам шнур бигфордов вклеит умело отступить от планов и залечь не стать вчерашнюю надмене наглее план протоколов не сойдется вовсе с библейским планом хитрость иудеев смирение перед богом у христа и спросим и волю божию исполнить пародеем по двое посланы апостолы иисусом в большие города и в малые селения пешком привычно им и на ослах трясутся и видя столько горя как не ослепли с чего начать когда всего лишь двое а масса темная ворочится глухо где ночевать где место для постоя кто ноги ему моет на тертые опухли и было всем новинку слышать о христе какой же это бог когда он плотник себя не защитил претерпел страстей со всех сторон врагом обложен плотно всего лишь двое бородатых дядек одеты бедно и в простую обувь за совращение на них навалят ябед их осудить нетрудно и угробить но повсюду но всюду божий дух провозглашал помазанным моим не прикасайтесь звери правитель выл и хвост прижав визжал рапликовал что смог христа поверить и сеялись словами божьи семена четыре категории сердец земли так веру предков срок настал менять и много божья лопнула отвергли и сожгли всего лишь двое разве не смешно бог и егова наградит их властью быть в бедности и не дружить с мощной и как увидим это не напрасно это не напрасно там ежедневно в библию вникали пророчества искали о мессии толпу натравливали там жрецы нахалы зубами скрежетали в ярости бессильной готовы ли иисусу щедро подражать его посланником стать бы потом подвое но спит монашество на тонких миражах и силу благовестия тот так и не усвоил 07.09.2008 гг. при покупке дома не дремли главное фундамент осмотри ни подмазки, ни единой щелки трещинки, наклона, разрушения а остальное легче недоделки, мелочи текущего значения так и в вере главное смотри бог один, а и апостаси три за кого иисуса почитаешь слово боже в душе какое место часто ли писание читаешь стало ли евангелие отвесом камень угловой на две стены прочее, проверь, от сатаны а основание все веры изначально искупление, голгофа, кровь Христа все иное в золоте иисусальном кособочек храмы по местам без икон и шагу не ступили с ними воевали, ели, пили сколько на иконах потеряли мусульманство секты и своих из бумаги, бронзы и из стали слезы, кровь, мироточение с них вера православная на память клинный скособоченный фундамент властность патриарха и синода то же папство, чужое писание всех несогласных и в огонь в воду и в цепях морозовские сани доскрепели в двадцать первый век хор арехиереев сум коллег хилые священники в попонах к этой жизни присосались в сласть тайные сексоты при погонах закадили гаденькую власть каждый сам свой путь устроить волен из богослужений колоколем проповедь о любящем мессии плотники рожденного в Ефрееме не КПРФ маразм в России но евангельское прорастает в семя 11.05.2002 года прощаюсь с садом старым захолустным так мало что осталось только крохи а были яблоки что по сибирски хрустки ряды малины вишни все засохло необихоженность почти что сорок лет а помнится цвело и зеленело остался лишь кротовый давний след ни деревца не сохранилось целым но здесь не пьеса про вишневый сад а драма длинная из множества трагедий колхоз насилие после октябрьский ад беднее нищего кто не считался бедным здесь никому никто не говорил что выход есть не в космос а к Иисусу не только с раскулаченным норым через холмы могил напичканных так густо лишь вера смысл в отчаянии дала отшлифовала прошлой ступени осмыслила репрессии гулаг плач заменила херувимским пением и вижу многое плотское не отсечь и разумея только так возможно благословляю покаравший меч узду строптивым окаянству вожжи мистически прокручиваю спять все дальше в старину истории и в темень там в Иудее плотник был распят а позже мы с разбойниками теми поминки справить никогда не грех похоронить невидение и пошлость всех живших для себя из-под застрех вытащили в раз не слышно чей был голос сын человеческий нас гневно возлюбил разрушил вавилон гордыни и мечтаний понять того не сможет лишь дебил душа засохшая из гроба да восстанет 26.09.2006 гг. Разброд души и тело от Адама душа стремится к вечным небесам а тело строит здесь свой храм для Дана на что пойдет обильная роса когда и не хотим мы быть рабом в плоти непроизвольно к носу тянем одеяло и если бы и защитил нас назарейский плотник жидовский каменщик масон давно бы уже подмял бы естественно природном мысли заложили для продолжения рода пить набить утробу профессия сгордясь на мелкое рвать жилы не для души а для мамоны гробить блажен кто помышление гор не обрящет и воплотит чего не чаяли от плоти бог уподобит души птицам вверх парящим змей лютый не достанет их и не проглотит в любых делах решениях в разговоре в идеях мнениях а иногда во сне душой тоскуем по иным просторам боимся суетности мира закостей смысл истины ах то их триодий и даже катаваси слажен разброд в противовес земным никого бродит эстрадой тешится кривляй шут урод как мало тех кто избирает небо крупицы и спасенных то восхвалит без имени кисельные амебы с морским прибоем смертью так и валят на выигрыш и тело и душа отвергнем колебания штрих кода спешат к библейскому нам дегтя подмешать и в ситуации такой тропу домой находим рожденным свыше бог дает и силой симфонию души установить чтоб с телом в час воскресенья и телу как на крыльях восхищенному стать как наш спаситель светлым 22.11.04 книги читаю фильмы смотрю про виражи повороты истории люди служили богу царю верность возвысили заговор строили долго пытаюсь понять про себя где бы и с кем бы сражался с ури сердцем давида любя или врагу беспощадному сдался вот палестина тридцатые годы плотник какой-то народ обольщает о кто он рабам обещавший свободу ревнители веры царя обличают с кем бы я был находясь в иудее с детства воспитанный в букве закона преданный вечной священной идее с кинжалом зилота под конской попоны русь полыхает в гражданской войне хижинам мир и богатство всем бедным поиски выбора с детства мне пусть я умру но не красным а белым зная прошедшее каждый стратег я бы да мы бы всегда с победителем но перестройка вступил в новый век смело стер звезды со старого кителя эти геройства суют на вершине а вот тогда на этапах гулага львом бы рычал или писком мышинным трус и научник хвалил бы и квакал страсть страшно увы на увы налагаю не устоять только с верой в христа можно надеяться выстоять с краю душу спасти приговор у виска 22.08.2001 года слова в восторг войска и толпы кричали бис ура и хлопали в ладоши но облака проплыли слова лишились крыльев кто лютовал идейно считает за оплошность слова растаяли и стерлись из памяти от потомков уже не жгут не трогают и примерли адепты и мощи тех событий и мощи тех событий и мощи тех событий штучно или оптом не перечесть их песенка надежно спета раскрепощение словес от дутой шелухи проводит жизнь натяжки и подпорки рушит за всю ответственность что названо плохим за них великий плотник с нас снимает стружки от слов осудиша и безнадежность рядом не оправдаться столько же в незнании судил незнание описания да с памятью дырявой бог попустил по милости не натянул удил слова шутейные настояны на лжи пусть не всегда но пусть наполовину и грех обиды в ком-то чуточку ложил прорвал плотину ярости и в этом мы повинны когда язык библейским весь пропитан и дух святой взял мнение под свой контроль речь на евангельском легко просеять сити не опровернуть их с любой минуты тронь слова слепляются искусно в предложения их красотой пленяются бездельные поэты рождается строка вредущая примерем но часто и ее толпа сомнет со слепым от слов и оправдания верным не замедлит плоды библейских истин монтирует бессрочность уста отверзнутся и началась обедня бескупленных Христос пропишет и порочных как много я успел наговорить на пленку до хрепоты стараясь многое успеть слова из библии неимоверно емки из них плетем и мы евангельскую сеть 01.06.2009 года точку опоры искал архимед грозился всю землю тогда опрокинуть немало повсюду подобных примет встают из далекого ярко-картинно весь мир переделать скрутить и поднять пытались нейроны Аттилы и Гитлер со Сталином Ленин родятся опять масоны антихристу выдрают скипетр кагорты казалось бессмертного Рима гремели победно теснили повсюду где сила которая гордость не зри нет горшки перебьет переплавит посуду с верой в распятого плотника вышли всего лишь двенадцать апостолов нищих христос их опора и это не слишком в дворцах и лачугах сокровища ищут точка опоры в священном писании нет имени краше чем сына Марии с главой пророка сквернавка плясала как многих в застенках с тех пор уморили и скота могильник начал оживать начал оживать слепые прозревшие купальну возвысят империя рима трещала по швам метались дворцовые в ужасе крысы точку опоры обрел константин с язычеством было покончено разом владимир монахов к себе пригласил бороться с блудилище с пьяной заразой как жаль что пошли не евангельским трактом не в благовестии точка опоры и не на проповедь силышку тратят а незримом столетия спорят я точку опоры в Иисусе обрел рычаг благовестия греха прокинул с христом самый немощный смелый орел летит через проповедь в божьей тропинке 26.06.2008 года все голос уметь голодных трезво накормить талант не упакованный на сдачу где хлеба нет из лебеды коры из пней гнилых и рыжиков придачу застолье чудное пришлось понаблюдать так много лишнего останется в тарелках лишь через день не обретешь следа настолько пусто было все и мелко есть трапезы где явно был христос молитва благодарность беззазнайства и сам хозяин там до умиления прост он просит не спешить еще остаться и речи ангельские с признаком грозы не обольщают животворно жгучи авторитет такой пытался враг сразить такие трапезы мол не с одной получки бог любит жертвующих чисто доброхотно без зависти отдавших явно бедным так научил нас назарейский плотник из доброго не съедено бесследно в духовном плане накормить трудней заморенные голод все не осознали и самое упрямое из них в родне нередко издерги и подлые каналия но иногда бог утешает чтущих его закон дарует благодарных а не записывает и наизуя заучит скисает тесто будто на опаре мой дом благословенен был на прием жена чудесной наставит пироги квас самодельный восхваляя пьем день за евангелием будет впереди бог обещал несысканные блюда из золотых стихов из книги книг среди двенадцати почти всегда иуда который слово до конца дневник двадцатого апреля двухтысяча восьмого года ежедневно подводить куранты электронные точнейшие часы не устоит живые секунданты подтягивать две стрелки за усы все эталоны времени падение убого в неиспорченной сумме о свет самосущественный без стени явил себя апостолу Фоме размер движения света преломления слова блажен до буковки прощупал ликует лазер с сестрами в сирене пещера опустела от сочувствий план склепа содержание эпитафий тропа воспоминаний до могильных плит не заросла могилу облицуют в капель наш разум предрассудками обид покажет точность смерти неизменно для составляющих химических веществ из праха взят к исходному моменту все возвращается не забывать учесть в библии подсчитано до буковки создатель бережет всем книгам книгу константа крест на православной луковке все видимое не длиннее вскрика невидимое вечно из назарета плотник корабль несгораемый построил масоны каменщики из камней напротив храм соломона силятся утроить третий любовь христа христова неизменно вечно предсказанное время не будет более умолкнуть в кирпичах умопомрачительные речи на небе крест вселенской колокольни 2 октября 2001 года на 3467 проповедей в стихах восемнадцать раз встречается слово плотник с большой буквы о Христе можете на своем видеоканале использовать все что полезного найдете на наших ресурсах или в книгах без искажения и добавок убавлять и сокращать можно но не добавлять богу слава сколько время потратили 44 минуты 44 я сейчас посчитаю 44 44 минуты да это 9 ну примерно примерно 9 44 минуты а если теперь 3467 разделить на 9 то получится 9 и 4 нет 9 4х9 27 7 76 76 7 и 9 63 8 9 и 8 72 47 47 это что получается 5 и 9 6 и 9 5 5 и 9 45 37 385 таких 385 умножить на 44 сейчас мы быстро вручную 45 20 24 24 26 4х3 12 14 1460 сколько минут здесь 2 10 и 1 4 4 6 1 16 120 разделить на 60 0 и убираем на 6 так 4 4 5 6 16 2х6 12 4 41 8 8 5 7 6 6 42 42 27 27 27 и еще здесь двойка 270 вот если вот такие ролики делать одни стихи считать 270 роликов будет это примерно вот так 270 все 270 270 ну вообразить даже невозможно так мы еще читали сжато а который поэт читает он растягивает да взмахнет руки да опустит я как истушенко считает где-то или бродский посмотришь ну такое есть я даже ранешних поэтов считал все на этом во славу божию благодарю ну